В Томской области продолжается реализация всероссийского патриотического проекта «Парта героя». В преддверии празднования Дня Защитника Отечества 21 парта героя открылась в образовательных организациях 13 муниципалитетов, в том числе и Колпашевском. Сразу три парты героя были открыты 21 февраля в Тогурской средней школе. В мероприятии приняли участие ученики, педагоги и почётные гости. «Парта героя» – это патриотический проект партии «Единая Россия», входящий в федеральный партийный проект «Новая школа». На ученическом столе размещают фотографию героя, информацию о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за партой героя присуждается ученикам за отличные успехи в учёбе, а также за активную общественную работу. В рамках проекта в школе появилась парта имени Владимира Анатольевича Коробского, лейтенанта милиции, командира отделения батальона патрульно-постовой службы милиции УМВД Томской области. Герой выполнял воинский долг на территории Северокавказского региона, с товарищами организовал оборону поста, в результате чего нападение боевиков было отражено. 15 марта 2002 года Владимир Анатольевич получил слепое ранение, от которого впоследствии скончался. За проявленный героизм был награждён Орденом Мужества. Ещё одна парта героя посвящена подполковнику милиции, выпускнику Тогурской школы Вячеславу Александровичу Ячменёву. 31 октября 2006 года на трассе Томс-Колпашево произошло ДТП. Машина Вячеслава Александровича Ячменёва шла первой в колонии сопровождения детей и приняла на себя удар от выехавшего на встречную полосу автомобиля. От полученных травм подполковник милиции скончался. Вячеслав Ячменёв посмертно награждён Орденом Мужества. Одним из почётных гостей на мероприятии была дочь Вячеслава Ячменёва Наталья Соколова. Она прочла присутствующим стихотворение, которое посвятило отцу. Ты был офицером на поле. Крепкий, отважен, правый. Крутого нрава немного. В споре всегда правый. И жертвы на дороге, и в китере за столом, как и тверждали многие, хорошим был мужиком. То утро было обычно. И ты сотый раз подряд, что стало делом привычным, сопровождал в том скребать. А тут, вот как оказалось. И мне нужны здесь слова. Эта дорога осталась трассой в никуда. А память живёт в мире. И имя на столах живёт. Куча цветов на могиле и свечи горят в круглый год. Нет, не погиб офицер. Он, живший по всем законам, живёт, как главный пример, двум дочкам своим в погодах. Ещё одна парта образовательного учреждения открылась в честь лётчика-испытателя, именем которого названа школа Сергея Владимировича Маслова. Полковник за мужество и героизм, проявленный при испытании новой авиационной техники в апреле 2008 года указом президента, удостоен звания Героя Российской Федерации и награждён медалью «Золотая звезда». Право перерезать красную ленту перед партами Героев было передано заместителю главы района по строительству и инфраструктуре Ивану Ивченко и депутату районной думы, председателю первичной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимиру Подайницыну. После торжественного открытия парт Героев места за ними заняли лучшие учащиеся школы. В лице всех учеников начальной школы я благодарю за честь занять почётное место за партой Героев. Я клянусь, так же, как у героев, в честь которых названы парты, тяните уважать коллектив товарищей и дорожить честью школы, как своей собственной. Присутствующие почтили память Героев минуты и молчания. Парты Героев пока установлены в рекреации второго этажа школы. Здесь, свободные от урока время, все желающие могут более подробно ознакомиться с биографией Героев. В дальнейшем парты переместят в кабинеты.